Здравствуйте, друзья! Я рад представить вам программу «Готовим вкусно» Сергея Дробинки, то есть санбайка. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек, талантливый музыкант, опытный КВНщик, Михаил Смоленко. Здравствуйте! Миша, что будем мы сегодня готовить? Ну, я думаю, что будем готовить вкусно, во-первых. Такое студенческое блюдо, которое называется «Картошка по-болгарски». Это такой рецепт из личной жизни, мы его придумали своим другом, я думаю, что даже расскажу сегодня о нем. Очень простое блюдо, которое может приготовить, в принципе, каждый дома, и каждый может найти те продукты, которые сегодня будут у нас. Ну, КВНщик плохое, наверное, не приготовит, да? Я так знаю, что КВНщики любят хорошо покушать. Да, поэтому для КВНщиков всегда кто-то готовит, а не сами КВНщики. Может, если КВНщики что-нибудь делают, то у них обязательно получается либо много соли, либо много перцев. Да, если бы много юмора было. Ну, это уже у каждого праздно получается. Значит, блюдо называется у нас? Картошка по-болгарски. Картошка по-болгарски. Кстати, о картошке. А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварила, съела, да? Не тут-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну, сколько? Жареное и пюре. Да? А ну, считай. Картошка жареная, отварная пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Я ее. Ну, так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка. Картофель тушеный с черносливом. Картофель тушеный с лавровым листом и с перцем. Картофель молодой, отварной с укропом. Шаньки. Это что это такое? Ой, это я просто знаю, это бульки такие объедения. Точно. Это только блюда из картошки. Вот и о картошке. Так, мы сейчас с чего начнем? Так, ну во-первых, все продукты у нас есть. Это само собой картофель. Да, картофель. Царь кухни, я бы так его сказал. Царь еды. Мы сейчас к нему вернемся. Это основное блюдо, то есть это у нас домашняя колбаса. Это кусочек сыра. Болгарский перец, картошка по-болгарски. Должно быть что-нибудь из Болгарии, да. И баклажан. Зелень, само собой, это по вкусу, как каждый все время кладет. А яйца это уже, будем так сказать, добавочное блюдо такое. Потому что... То есть одной картошки вам кавенчика мало, одной картошки? Вы хотите побольше? Ну, знаете, давайте, знаете, как музыкант мне мало. А вот как кавенчик, честно говоря, мне бы не одной картошки. У меня, думаю, баклажан бы хватило. Кавенчики, они народ бедный, ничего никогда не имеют. И всегда едят все, что под руку попадет. Вот грибы попали, то он съедет. Съел и гриб не важно. Особенно если мухомон туда вообще будет отлично. А как музыкант, я все-таки люблю покушать. Музыканты более вредные были, чем кавенчики, я так понимаю. Намного вреднее, намного вреднее. С вами надо осторожно работать. Тем более, это блюдо мы придумали своим другом. Также музыкантов, я назову имя, его зовут Ян Кенов. Лидер группы Радио Лайф, это группа, которая сегодня уже браздит в просторию. Российской эстрады. Это образованный человек, образование, 3-4 класса. Ну нет, он не КВ. А, не КВ. Про КВ можно сказать, что у каждого есть свои темные стороны жизни. Вот и у меня тоже насчет КВ. Ну давайте мы КВ наставим. Так, ну само собой, нам нужно почистить картошку. Разрешите, буду помогать. Да. Насчет картошки, это пожалуйста. Я буду чистить потихонечку. Так, я ее промою. А вы начнете? Да. Я начну сразу с Болгарии. Когда однажды Руслан Белый на одной из передач сказал, увидев клип одного из болгарских певцов, сказал, я теперь знаю, что такое настоящий болгарский сладкий перец. Ужасный был, конечно. Впечатление насчет этого болгарского перца. Ну, в Болгарии не было ничего. Вы знаете, дальше стран бывшего Советского Союза я не выезжал. Не вышло. Болгария тоже как бы не особо далеко от Советского Союза. Не, не 15-16 республика. Славянская республика, славянский народ. У меня много друзей болгар, но как молданские болгары. из Лёвского района, из Чемишлии, вот оттуда. И мой друг, с которым мы... Я тебе расскажу историю, как придумано было это блюдо. Да-да-да, очень интересно. Почему картошка по-болгарски? Не по-турецки, не по-узбекски, а он по-болгарски. Ага. Ну, так получилось. Мой друг, он по национальности болгарин, сам из Лёвского района, село Калибабарка. Там целые, по-моему, села. Там почти диаспора, можно так сказать. Да-да-да. Добавлю сюда что-то. Мы с ним познакомились, они выступали у нас в Бельцах. Тогда они у нас были по другим названиям. Мы в Бельцах проводили фестиваль, и вот они приехали из Кишинёв. Он учился в Кишинёве на историческом факультете. И, в принципе, вся его группа, это были не сами Кишинёвцы, а тех, кто там учился. И вот как бы, потому что мы провинциалы, они провинциалы, мы как-то приехали в Кишинёв. А мы их в Бельцах не провинциалы. Ну, для них-то, да. Для Кишинёвов. Для них-то, конечно, само собой. Я еду тут, чего мне страшно становится от этого города. Я говорю, как оно есть. Я люблю свой город, но, видя Кишинёв, какой стал прикирток, это не дай Господь. Ладно, это другая история. И что он Мишинёв не перебил? Как на последнем интервью сказали, говорят, а давайте мы поменяемся. Я говорю, в смысле, мы вам своего, а вы нам своего. Я сказал, нет, спасибо, нам нашего хватает. Нам, нам, мы не горюем, нам очень даже хорошо. Так, что насчет болгарского... Вот, и мы приехали, мы сделали все дела, мы ходили, надо было музыкальное тело там, просто пообщаться, поиграли на их репетиции. И затем говорят, Миш, ты уезжаешь? Я говорю, нет, ну давай идем к нам. И мы пришли, и что, давай что-то сделаем, сделаем покушать. Ну все, ну мы там, там, ну вот мы с Янчиком взялись, почистили... Ян Генов, это Ян Генов, лидер группы Радио Лайф. А, так. Вот, и что мы начали делать? Почистили картошку, затем говорим, ребята, а что у вас вообще там? Ну, поскольку ребята многие и сел были, что у вас есть? У меня есть там болгарский перец, у меня есть баклажан, у меня есть домашняя колбаса. Давай, все сюда. Стоянка, образно говоря, солянка. Вот все, что было у ребят, то есть, грубо говоря, все, все мы... Да, яйца есть, есть, брынза есть, есть, кстати, брынза тоже болгарская у нас сегодня. Да, брынза обязательно болгарская должна быть здесь. Ну, перед же болгарской, она должна быть, мальчик, девочка, все нормально. А у нас только так должно быть, мальчик, девочка. Абсолютно, я вам тоже. И вот, начали мы готовить, почистили, порезали картошку, начали ее жарить, потом в это время за разговором о музыке, о наших грядущих планах я начал неожиданно чистить. Баклажан. Добавили туда, потом перец туда, потом колбасу туда. Все, все вместе так вот это все перемешали, сверху посыпали сыром. И за стаканом хорошего молдавского льна у нас пошла беседа дальше. Затем, конечно, мы приготовили яйца. Ну, яйца тоже у нас очень интересно. То есть это рецепт придумала моя покойная бабушка. Может быть, кто-то придумал другое. Но именно это я кушал, да, я кушал именно вот. А как называли? А никак не называли, называли просто яйца по-смоленски и все. По-смоленски. Ну это довольно-таки не скромно, но сильно. Возможно, да. Зато везде никогда не ошибешься. Яйца по-смоленски? Это будет дополнительное блюдо к нашему основному блюду? Да, да. Ну и, само собой, грибы это универсальная вещь, которая, мне кажется, я не знаю блюда, в которые нельзя было сунуть грибов. А сейчас, дорогие бельчане, еще классно, потому что грибы это такое дешевое блюдо можно сказать. Потому что сейчас они действительно, это время года, когда они самые дешевые. Вот сейчас их можно таки даже по 25 килограмм. Так что давайте сами грибы. Накупайте грибы во все блюда, во все блюда. Сырые только не ешь, потому что, как бы... А, кстати, шампионы можно есть и сырые. Да, и некоторые люди и бухоморья едят. Очень, знаете, странно получается. Ну, я слышал, я слышал... И серия много, и странность. Я слышал, слышал такую байк в том, что викинги, когда шли в бой, они вообще были достаточно, то есть, людьми такими, северные, апатичные, то есть, ну что будем делать? Ну, что-то, наверное, будем делать. И вот у них... Да. Это... И когда-то вот вождь решил, ну как же, мы же должны пойти завоевывать что-нибудь, а как мне вот этот вот аморф не можно заставить воевать? И он подсыпал им в еду гриле этих самых мухоморов. Поех их, у них встали дыбом. Их них колцы сбороны, они раз. Они взяли каски и побежали воевать. Но потом, когда их отпустило, они обратно вернулись в шею. Я нарезаю кубиками, кубиками вот такими вот. Как ты мешал? Вообще, честно говоря, картошку не принципиально, как я нарезаю. Так, а как смысл? Ага, всё, перепал. Ну, это вообще, когда, конечно, фигменты были голодные годы. Я должен признаться, что с Мишей мы встречались в КВН. Я был капитаном команды ветеранов КВН нашего города. Мы, дворца культуры, конкурс капитанов, мы с Мишей сразились. Я признаю, что я проиграл этот конкурс. Но не намного и не очень сильно. Миша был тогда в ударе. Видно, грибов поел он тогда от души. И, конечно, его тогда расколбасило сильно, но победил он. У нас было четыре капитана, я занял второе место, Миша первый. И поэтому это была немножко проблема для меня. Сейчас мы встречаемся в одной программе, я же говорю, у каждого есть темные стороны прошлого. Да. А как ты вообще относишься, Миша, к мясу? Вообще к мясу, вот к мясу. Я сейчас никого, честно, не хочу убить, но я думаю, что к мясу можно относиться только в одном смысле. Хорошо. А тем более мужики, они должны есть мясо. Да. А тем более у нас в Молдове мы просто обязаны есть мясо. С мамалыги. Мясо с мамалыги, когда оно должно быть в виде шварок. Так, наверное, да? Да, господи, даже в виде котлет. Это блюдо я обязательно буду готовить на, даст, наверное, через две, через три передачи обязательно приготовлю. Это наше национальное молдавское блюдо. Я его очень люблю. Я люблю его есть. Ну, в виде не было. Я люблю его готовить. Я люблю угощать друзей этим блюдом. Оно очень колористое, очень классное. Тебя, Миша, кстати. На тот КВ я приглашать не буду. Есть просто. А вот насчет Моллыги, кстати, историю скажу. Мы когда-то в 2007 году, по-моему, в 2007 или 2008, мы выступали в городе Санкт-Петербург на фестивале, посвященном памяти Владимира Семеновича Высоцкого. И как это был первый наш выставщик за рубеж, как группы, то есть, и само собой, то есть, поскольку мы с Молдами, мы везли туда песни на молдавском языке, мы были единственной группой вообще. А, нет, были еще ребята, вон, вот, с Украины. Тогда они ездили. Вот. И, само собой, что мы должны показать, не только культуру, но и культуру еды. Мы взяли с собой кукурузную муку, крупы, дали с собой брынзу. Мы потом долго об этом жалели, но мы взяли. В России нелегко найти кукурузную муку для мамалыги, это многие отмечают, что там нет. Я еще как рыболов тоже хочу сказать, что кукурузную муку и крупу добавляют очень сильно в пригорм. Люди берут с юга, заказывают это. Там сложно найти кукурузную для мамалыги. Они знают блюда мамалыги в России, но как бы приготовить не так просто. Так, так, Миша, извини. Да, и мы приехали туда. Секундочку. Взяли с собой, само собой, молдавского вина для того, чтобы полностью показать, потому что фестиваль уже тогда был более этнический, чем не просто авторская песня, а там выступали российские группы вот такой, этой направленностью. Мы приехали, приготовили на костре мамалыгу и вместе с организаторами фестиваля сели за одним столом еще с одной, с одним коллективом, называется Самогилу. Мы даже как-то записали давно, это был еще такой формы первую песню совместную, она очень была интересная. И вот поставили на стол наше национальное блюдо. Они смотрят, говорят, а как, взялись за ложки, за вилки. Говорят, не-не-не-не, стали нитку, все. Порезали ниточкой. Это сразу телефон, это сразу снимание, да вы посмотрите, это как. И в итоге, в конце, когда уже все доели, вот вы знаете, как тут, зажаривается мамалыга по стенкам казанка, они ее сдирали и ели, говорят, ребята, классно. Откуда вы такие взялись? А я еще люблю в казанок, когда мамалыгу высыпаем, в казанок заливать, там же всегда остается этот накид от мамалыги, люблю заливать молоко. Вот супруга мне сидалочка делает молоко, и оно должно закипеть именно в этом казанке, оно стоит коричневого цвета, очень-очень вкусное. В общем, мамыга универсальное блюдо. Ты уже хочется кушать, Миша, тебе не хочется кушать как бы? Ну, не сильно. Откладывай тебе с картошкой, я разобрал, вот такая шикарная картошка. Отлично, я думаю, что можно ее... Можно уже попытаться. Ставить ее... А с грибочками как? А, ну, с грибочками мы спрогребтом основное блюдо, я потом уже займался грибочками. Значит, я занимаюсь... Да, давайте поменяем место дислокации. Ты, значит, хочешь на мое место, оно нагретое? Ну, да, я что-то в конкурсе капитанах тоже так сделал. Ставьте даты! Место было уже нагрето. Я должен был выступать по первым номерам, но по возрасту мне разрешили выступать по третьим. А Миша говорит, я люблю самое большее третье место, третий номер. Я буду как бы... Ну, как не уступить человеку с бородой? Тогда он еще был маленький или маленький? Он тогда... Звучал мой сын, Дима. Ни одного концерта Чи Гевары не пропускал. Ни одного... Он... Гитару мы ему одну купили. Вторую. Это все виноват Миша. Эти траты наши семейные виноват Михаил. Потому что каких гитар... И электрогитару, с чехлом как-то мы покупали. Он ходил на все концерты. Он научился играть на гитаре. Ну, дальше... Дальше этого дела не пошло. Перец болгарский. Брынза тоже болгарская. Так. Все. Картошечка поставлена. Так, нужно, чтобы она немножко потомилась. Да, да, да. Перемешать несколько раз. Чуть-чуть-чуть. Масло, кстати, можно не жалеть. Так, чуть-чуть можно даже подливать, чтобы оно было поинтереснее, повкуснее. За это масло платит наше любимое бельское телевидение. Тебе, конечно, как ГВНчику, тебе все равно. Можно хоть целовито чуть-чуть. Нет, вы знаете, насчет бельского телевидения я вам скажу отдельную... Отдельную вещь. Кстати. Вот, секундочку. Вот тут, позвольте, я возьму все на себя. Поскольку мы сейчас прошли в конкурс, в полуфинал национального отборочного конкурса «Евровидение», и бельское телевидение, в принципе, нас в данный момент... Спонсирует? Курирует. Я бы даже так сказал. Наказали всестороннюю поддержку. Поэтому насчет бельского телевидения мы будем экономить. Ага. Это группа ЧМД. Абсолютно верно. Я читал, что вы вышли в полуфинал. Именно, именно. В полуфинал национального отборочного конкурса. Да, кстати, сколько что-нибудь, в гости не приходят с пустыми руками совсем недавно вышедший наш альбом. ЧМИ-ХТТ. Это лично вам подарок. Спасибо большое. И такой вопрос. Как... Насколько мне известно, мы тогда звонили. Как звонить? Каким образом мы должны поддерживать наших бельчан? Обязательно мы будем поддерживать. Это наши бельчан. Так, так говорим еще. Ну, во-первых, само собой, это будет в полуфинале. Мы выступаем... Для нас такая символичная дата. 23 февраля. Первый полуфинал. Мы выступаем пятый. И можно... Итоги будут подводиться, кто пройдет финал путем смс-голосования и вердикт жюри, так сказать. За нас можно голосовать по мобильному телефону 3 9 0 5. Можно с одного номера, это официальные данные, о том, что с одного номера можно отослать не более 10 смс. Три девятки 0 5. Три девятки 0 5, да. Также, я думаю, что мы просим бельчане телевидение, чтобы они внизу, когда будут передачи. Какого, кстати, у вас? Это, по-моему, первый раз, когда бельская группа выходит в полуфинал. Я... Ну, бельчане я так не скажу. Бельчане там еще были. Ну, знаете, как говорится, то есть я родом из Бельс, я здесь прожил 10 лет, а потом уехал жить в Кишнюк. Я же тоже бельчанин. Ну, мы, наверное, первые бельчане, которые конкретно вот живем в Бельцах, и на каждый этап конкурса мы туда ездили, именно из Бельс туда. И поэтому часто сталкивались с большими проблемами насчет того, чтобы все-таки 6 человек привезти в Кишинев и увезти. Это целая проблема. В наше время это немножко тяжеловато, но, тем не менее, мы как-то при поддержке Бельского телевидения... Ну... Мы с этим справляемся. Вы уж постараетесь. Да, и что самое интересное, думаю, что если что-то потом вырежется, а если нет, то... Вы хотели бы сказать, конечно, большое спасибо нашему примару города Бельцы. Не политическому деятелю, а именно нашему примару. Так как за все время существования группы, вот, наконец-то, примар нас лично поддержал. Все костюмы, которые вы увидите на нашем выступлении, это... Так сказать, спонсорская-спонсорская поддержка лично Рената Георгиевича Усата. Спасибо Ренату. Так, все нормально, да? Да, да, пускай, главное, чтобы оно... Можно даже и крышечкой накрыть, чтобы оно немножко тушилось. Так что Евровидение, это такое... И, как бы, если вот вернуться к разговору насчет музыкальной части, то у нас, к сожалению, в Молдавии, к моему большому сожалению, то есть у нас были хорошие начинания больших интересных рок-фестивалей, рок-концертов, допустим, вот, как, по-моему, Артур Сухих делал, старый Мельник фестиваль, где выступало много интересных российских и молдавских групп. Затем выступало... Потом группа «Алтернасфера» делала интересный концерт фестиваля, рок-хаузен. Но все в процессе времени, все эти фестивали закрываются, и, грубо говоря, что нашим молдавским рок-группам, рок-коллективам, то есть площадок для выступления у нас, как таковые, прекратили. Не существует. Но у тебя в каком стиле группа, вот ваша группа ЧМД? Ну, мы никогда не заморачивались на стиле, какой стиль, но когда нас спрашивают, мы отвечаем опять на альтернативу. Этническая альтернатива. У вас костюмы национальные, у вас костюмы... Стилизованные. Стилизованные, да? Стилизованные под национальные. То есть наша самая главная задача, то есть в нашей музыке, это продвижение нашего молдавского колорита. Потому что... Сдопши-Сдоп как красиво выступал в национальных одеждах. Абсолютно. Красивый стиль, да? Скажу даже больше, что в 2001 году, когда Сдопши-Сдоп выступали у нас на площади, тогда еще сцену поставили под универмагом. Вот. Тогда весь Север Молдавии съехался на этот концерт, и я на нем был, и после этого как бы вдохновение пришло, о том, чтобы играть именно в музыку. Да, да. Примерно такого же стиля. И, в принципе, то есть на молдавском языке. То есть, хотя я сам русскоязычный представитель молдавской нации, но, тем не менее, мне это не мешает абсолютно любить, петь и прославлять. Хотя часто за свой акцент получаю критику, но, как говорится, критикуют. Когда критикуют правила, то есть когда критикуют конструктивно, то есть я это принимаю, но когда просто льют, по-моему, это, конечно, и неприятно, и думаешь, зачем слушать. Ты стараешься, и это уже очень хорошо. Я думаю, что каждый у нас должен стараться здесь, в Молдавии, для того, чтобы и на лимба-де-стант говорить, и знать и другие языки. Это неплохо, это хорошо. Я, значит, вот нарезаю грибочки. Да, да. Я нарезаю как бы на 4 части. Да? Да, на 4 части. Вот они вот нарезаются. Потом это будет как дополнительное блюдо к нашей картошке. Абсолютно. 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 Ну давайте сейчас. Понял. Понял. Значит, мы добавляем… И так же тушим. И так же продолжаем тушить. Перемешать? Или так? Да, вообще картошка, она любит, когда я перенежу. Требует, да? Абсолютно. Да. Требует. Отлично. Солить будем в конце или можно как-то? Можно уже солить, то есть, что самое интересное в этой картошке, то есть, ингредиенты добавляются по чуть-чуть. Захотел, посолил, но, конечно, не в конце сам солить, а чуть посолил, немножко приправы добавить, чтобы каждый... своего позволения прованские травы. Абсолютно. Я думаю, это... Мангарскую-то картошку испортить прованскими. Да еще и травами. Еще и травами, наоборот. Так. Да, запаха не дает хорошего. Так, я думаю, так сделать это... Вот то, что нам уже будет, может быть, не нужно. Да, все, да. Все, и понемножку пускай оно тушится. Пусть тушится. Значит, когда состоится конкурс? За выход в финал уже? За выход в финал. Это будут два полуфинала. Мы участвуем... Два полуфинала. Первый пройдет 23 февраля, второй пройдет 25 февраля. Мы выступаем в первом полуфинале. И вот там мы сразу будем знать, пройдем мы финал или не пройдем. И сам финал состоится 27 февраля. 27 февраля? Да. Вы с одной и той же песни выступаете? С одной... ну, как бы это в Еврении, то есть это и есть конкурс одной песни. Ты начал с этой песни и до конца, если вдруг ты выиграл, ты само собой едешь с этой песней представлять всю страну. Отлично. Миша, ну мы будем очень сильно переживать за вас. И звонить будем? Спасибо, если вы знали, как мы будем сильно переживать. Мы, честно говоря, уже пятый раз пробуемся на этот конкурс. И в пятый раз только нам вот посчастливилось пройти до полуфинала. До этого мы даже... Ну, я признаю сам, что, конечно, мы, конечно же, как музыканты хотели участвовать в конкурсах там куда-нибудь, но не всегда ты можешь рассчитать свои силы. То есть отправить нужную песню, какую-то хорошую песню, в хорошем ли качестве, в хорошем ли записи. Ну, вот насчет этого конкурса, честно говоря, то есть я могу сказать, что, наверное, самые интересные люди этого города, самые творческие, они нам помогли вот в плане и подготовки, и вообще все, что к этому... То есть... Мы сняли замечательный клип при поддержке ребят из Близс МД. Это... Корнелеву Вьеру, это... Владимир Татарчук и... Батронак Алексей. Бельское телевидение, само собой, чуть ли не, ну, я не знаю, большую промо-акцию провели в нашу поддержку. Мы смотрели этот клип, он, конечно, хороший. Остались довольны все. Примар наш нам помог. Само собой, моя семья в полном составе. Это и моя жена, и моя мама, и отец, и брат, все принимали участие во всем этом. В подготовке, в пошиве костюмов, в их украшении, в съемках клипа. Также нам очень... Главную роль в нашем клипе сыграл наш друг Иван Мунтиан из города Кишнево. Ну, кого еще можно отметить? Наш центр культуры молодежи в лице нашего директора Данила Наталья Павловна. То есть, ну, эти, так можно сказать... Горожане наши, все сплотились вокруг вас. Я бы должен... Это очень хорошо. Много, много ребят в интернете, которые наши, не только наши горожане, что вот самое интересное. То есть, много бельчан, это процентов 60, подключились просто к промо-акции, чтобы распространять, поддерживать, ставить лайки этому видео. Вообще просто распространять информацию о том, что мы участвуем в этом. Я даже... То есть, работа была проделана настолько интересная и большая, что... И нельзя сказать, что это вот чисто наше достижение такое. То есть, многие люди к этому подключились. Я даже... То есть, нет слов... Не хватает слов, чтобы выразить... Моя дочь Валюша на работе всей, всей дружной этой ее работой. Они все подключились и все рассылали через интернет вот этот клип. Как бы вот этой вот рекламой вашего занимались. Я говорю, а что Валя? Она говорит, так нравится, чем... Ну, Миша! Будем... Будем стараться. Будем стараться. Будем... Будем звонить. Спасибо. Давайте звонить. Давайте. Мы бельчане. Мы должны помогать друг другу. Давайте звонить. И все будет классно. Придут ребята. Представляете, как хорошо. Евровидение начинается. Вот Миша будет выступать. И там я с шариком. Его вот это... Там он скажет на все Евровидение. Привет, гельцы. Приятно будет. Так, Миша, запах уже невозможный. Ребята просят уже понемножку. Как ты скажешь? Так, зелень я доверяю вам, а сам... А сам я займусь, как сказать, яйцами по-смоленски. Так, нам нужно... Прекрасный, прекрасный горький перчик. Честно, я к горькому перцу отношусь очень... Не так сказать. Но если возможно, то есть я думаю, что можно. Думаю, может. Просто я его не употребляю, но блюдо это точно не испортит. Кусочек. Тем более, если шеф-повар добавлять, то обязательно... А знаете, чтоб не был он такой острый, надо вытащить просто семечки. Вот так вот ловко раз. Это у нас был болгарский перец, а это у нас перец. Это просто острый. Так, теперь нужна глубокая тара. Острый от Серёжа. И вот я его меленько-мельненько нарежу. Мельненько-мельненько я его нарежу. Он не будет острым, он не будет острым. Миша его даже не почувствует. Всё может быть. Я согласен. Так. Начнем мы, само собой, с яиц. Яйца вообще такой продукт универсальный. Если не хотите есть просто яйца, обмакните в яйца хлеб и обжарьте его. Очень есть. Или выпейте их яйца. Или вообще. Если сильно голодные, можно съесть с кожурой. Болгарскую брынзу мы должны прямо натереть. Брынза болгарская. Так. И ты прямо в яйца. Вот так вот. Прямо. Абсолютно да. Сейчас как-то. Ну открывается. Я думаю, что вот так вот. Раз. Видишь, как лёгкие движения. Я привык нашей советской такой. С чугунной, из стали. Которая вот такими кусками нарезает. Она вместе с рукой вот так может отрезать. Абсолютно. Сразу яйца с мясом. Если видите человека без полу руки, это знайте, что это на советской. Вот такой. Раз и всё. Береги пальцы. Миша, они тебе нужны будут. Гитары. Ну. С твоего позволения немножко вот так. Да, да, да. Видишь, лёгким жестом профессионала. Вот видишь, так раз. Абсолютно. Это будет. Так. Кусочек у нас здесь такой. Я думаю, этого будет достаточно. Главное, чтобы, как сказать, брынзы должно быть много. Когда у нас было такое блюдо, которое вот мы, когда всей семьёй, у нас семья очень большая. У моего отца было в семье восемь детей. Чуг было. Восемь детей. Восемь детей, да. Это все твои дяденьки и тётеньки. Все дяденьки и тётеньки. И все будут звонить. И все будут звонить. И все будут звонить. И голосовать за нашу группу. Так им не отмешать? Ну, я надеюсь, что да. Я, понимаете, я не из тех, кто вот наставил. Вы обязательно за нас голосуйте. Нет. Голосуйте, конечно. Ну, я надеюсь, что вы. Мы настолько хороши, что вы нас поддержите. Во всяком случае, мы к этому вот стремимся и стараемся. Так, теперь пока мы... Так, что? Что? Добавляем сюда голбасы. Голбаса домашняя. Это по-немецки вообще. Говорит он. Миша. Так, вроде нормально все. Запах то, что надо. Так, структуру. Сейчас с ней проверим. Картошка по-балгарски. Мерси. Флопнет. Так, теперь мы добавляем сюда все вот это. Все наше приготовленное здесь. Ах, у меня аж саму начинает правиться. Да, готово. Так, выкладываем все это сюда. В колелочку. Вся цвета радость. Радость коварящей команды. Так, вкусно немного пожрать. Ну, конечно, в ковар... А если поесть, тогда значит меньше немного. Ну, поедет. Знаете как, ну, во-первых, я люблю звучные слова. Даже вот в песнях стараюсь их как бы использовать. Поэтому, знаете, ты что, я... А вы что, я так нажрался? Гораздо серьезнее звучит, интереснее. То есть, оно больше отражает то, что ты хотел вот с этим сделать. Так, а ты должен говорить слово гардемарин каждый день по несколько раз, чтобы оно звучало так. Гардемарин. Да, гардемарин. Да. Не ввешать. И не забывай, не забывай. Само собой мы справедливо сделаем маленькую форму всего этого. Чтоб оно... Примнем его. Ну, и, конечно же, сверху сыр. А если вот немножко свежей зелени тоже так? Абсолютно. Будет достойно и то, что... Никакой болгарин на меня не обидится, нет? Ну, так это же молдавские болгары. Они к многому привыкли. Они очень хорошие. Никогда не ставил перед собой какие-то такие вот цели. Выделить каких-то вот людей там вот. Эта нация хорошая. Эта национальность плохая. В каждой национальности есть очень-очень... Тем более, я как музыкант, который за ним увлекается этникой, скажу, что нет плохой этномузыки. Есть разные к ней подходы. Вот плохие это музыканты. Может быть так. Вот так. Вот так, да. Вот как-то так. Наша первая работа. Теперь ниша. Так. Теперь яйца. Нужно просто пожарить яйца. Может тебе надо было быть не музыкантом, а поваром? Возможно, таким картофельным поваром. Картофельным, да? Картофельным, да. Потому что я могу приготовить картошку в нескольких видах. Абсолютно. Потому что я жуткий любитель картошки. Я могу есть вареную, пареную, жареную. Какую угодно. Ну, сырую в детстве, наверное, ел. Но по поводу картошки, то есть это такое блюдо, которое вот. Если нет картошки, все, я голод. Ну, любой студент знает, что картошка выручил всегда. Особенно картошка с луком. Ого. Это сейчас, наверное, наши улыбнулись студенты. Во все времена картошка с луком выручала. Миша, готово? Готово. Идем. Лук можно спокойно жарить. Грибочки, шампиньончики. Так, лучок у нас уже золотистый. Думаю, что можно добавить немножко. Почему немножко? Все грибы отсюда добавить. Абсолютно. И пару пачек не видно, да? Нет, ну я думаю, давайте не будем все-таки всякими гадостями портить наш сегодняшний. Да. Наше сегодняшнее блюдо. Вот так. Тапок отличный. Очень. Я бы удивился, если было бы по-другому. Тапки, как бы, как бы туда пошли бы немножко метаины. Сейчас мы их немножко так вот. И само собой. Само собой. Так. Я думаю, что стоит немножко... Отлично. Отлично. Как помните, старая реклама в 90-х. Когда рекламировали этот самый журнал Тиви Парк. А вот. А запах. То же самое здесь. Запах. Можно уже не есть. Просто кстати. И пошел. Грибочки покроются такой. Вот. Такое хорошее слово. Надо будет записать. А то мне иногда песник не хватает словарного запаса. Это не его наполнить. Хе-хе. Ну, наверное, мы довольны. Потому что... Чуть-чуть маслица еще добавим. Чуть-чуть маслица еще добавим. Чуть-чуть посочнее. А вот грибам мед сейчас очень модно добавлять. Мед. Немножку меда. Но... Но это на любителя. Поэтому я... Да. Это... Знаете, Сергей, я хочу сказать, что сейчас модно добавлять даже в оливье ананасы. Но я никак не могу себе представить. Вот я не... Нет. Я однажды попробовал вот в обычный стандартный салат помидор и огурцы накрошить туда еще яблоком. Угу. Ну, неважно в каком состоянии тут у меня был. Но когда я на утро проснулся и все-таки перекусил, мне понравилось. Но ты вспомнил то, что было вечером. Не совсем. Но я так и не понял, зачем я добавил туда яблоки. В обычный шопский салат или как он правильно называется. Ну, за каждым ничего. Нет. Ну, вы знаете, вот про нашу группу, что я могу сказать с гордостью. О том, что вот как обычно у людей возникают ассоциации. То есть рокеры сразу же это пьянка, это какие-то накуренные ребята вот с такими вот громадными, с громадными бордами, не мытые, не бритые. Мы не такие. Про тебя не скажем. Мы не такие абсолютно. Конечно, борода аккуратная, побритая. Да, и на сцене точно такие же и за кулисами тоже. Потому что это был свой род, знаете, как раньше, лозунг секс, наркотики и рок-н-ролл. Ну, времена прошли и рокеры тоже изменились. Часто достаточно представительные люди. Если вот мы выступали на одной площадке, и когда мы узнали, что один из коллектив приехал, и оказалось, что там достаточно один человек банкир, гитарист, басист, работник таможенной службы, это такая вот группа. И достаточно солидные, уважаемые люди. Поэтому... Миша, а вот у тебя группа, как, ребята чем занимаются, кроме музыки? Есть еще у них работа, специалисты? Нет, ну, само, само с работой. То есть это не основной ваш вид? Это больше, конечно, хобби. Конечно, больше хобби. Грубо говоря, на нем не заработаешь, я так понимаю. Ну, все зависит от того, кто какие себе цели ставит. То есть если человек ставит цель заработать, то он, конечно, и музыка у нас соответствующая. Когда ты это делаешь больше от души, то и качество музыки совершенно другой. И я не могу сказать, что можно ли на этом зарабатывать. То есть мы знаем в практике, что на этом зарабатывают. Но мы себе такую цель не ставили, и поэтому я не могу сказать, что... Ну, а вот такой вопрос. У вас бывало, что приглашали, допустим, на день рождения? Корпоративы? Корпоративы? Нет, да. Вернее, приглашали, но, знаете, как мы музыканты не такого плана, что вот мы можем играть. Нет, мы можем. Но факт в том, что когда вот тебя приглашают, то есть у нас есть свой гиперкуар, у нас есть свои песни, у нас есть своя какая-то идеологическая составляющая группа. Но когда приглашаете на корпоратив, вот сыграйте мне коровью шут. Да. Ну, как? Зачем нам играть коровью шут, когда у нас много своего материала? Нет, нет. Ну, мы от этого не страдаем, мы человек. Яйца с грынзой выливаются на грибы с луком. Грынца болгарская. Болгарская. Мы это все такой горочкой. И ручки не дрожат у тебя выше. Не дрожат. Мы готовимся к Евровидению. Нет, нет времени им дрожать. Друзья, звоните за нашим вечером. Что там? Теперь мы это все понемножку распределяем. Так, коллега, это вам. Мерси, мне только вы. Ну, не скажите. Если бы сегодня не вы, я бы, наверное, навряд ли справился. Обычно на кухне не помогает жена. Как супруг относится к музыке? У нее интересный подход. Она помогает. Помогает. Она поддерживает, но иногда говорит, слушает и имеет совесть. Да. Потому что иногда, честно говоря, поскольку, вы знаете, как... Иногда люди в компьютерные игры заигрываются. А иногда люди заигрываются с музыкой. Поэтому иногда жена, она, э-э-э-э, я здесь, вернись. Вот она смотрю, о, так это он же лучше, чем играть. Ага. Вот оно что. Да. Нет, нет, да из основного как запоешь. Вы знаете, на репетициях столько хватает музыки. Я даже дома ее не слушаю, стараюсь не слушать. А когда вот проходит, то есть у нас бывают моменты, когда мы немножко расходимся, отдыхаем, вот тогда уже, когда нужно набирать новый материал, уже прислушиваясь, то есть начинаешь штудировать других исполнителей. Потому что, студируя других исполнителей, ты всегда найдешь что-нибудь интересное, чтобы ты мог применить у себя. Я понимаю. Мы не соблюдаем, то есть в этом, в этом блюде формулу, вот честно говоря, соблюдать абсолютно. Надо, чтобы оно все прожарилось. Вообще, то есть вот, село, в котором живая моя бабушка, это такое достаточно молодоукраинское село. Вот, поэтому там всегда и мамалыга была с жирными, с кварками. Вот, и я не знаю, как по-молдавски оно звучит, но вот тоже яйцо, когда вот оно перемешивается, по-украинскому это смажинец. Смажинец. Я помню, что шкварки именно вот, ну, когда вот, допустим, ортодоксально вот молдавское было, то есть там, само слово шкварочки какие-то маленькие или их вообще нет. А когда это, допустим, с примесью там украинских таких, то есть шкварки там с локоть, такие вот, ну, знаете, как глобус Украины, что и вареники у них в ладони, и всякая птица долетит до середины Днепра. Поэтому, как вот, мне было всегда интересно, когда вот на кухне готовила бабушка и приходила там соседка, слышит эту вот украинско-молдавскую речь в перемешку. Это, ну, может быть, кто-то, это, конечно, смешно с одной стороны было, но это настолько было интересно и настолько необычно, что вот это очень было там, а уйти дочь, а мы дукла по двери, и гиди фиртку, вот такие вот вещи там. Ну вот, очень интересный разговор, речь, очень интересная у нас струзовки. Вот, очень, очень похоже на... У меня там очень много близких для моей души людей живут, и они когда начинают разговаривать, они владеют и русским языком, и украинским, и русским, соответственно, но когда они начинают вот так вот в легкой обстановке начинают общаться, обалдеть. Непонятно, это, значит, это, какой, как он называется, но они, главное, они прекрасно понимают, и любой человек поймет, что они говорят, и так это звучно, но не так и так классно, вообще просто, это очень мне. Вообще всегда симбиоз культур, симбиоз там, языков, кухни, это всегда очень интересно, потому что всякое объединение, оно ведет к появлению чего-то нового, которое впитало в себя хорошее, и оттуда, и отсюда. Поэтому, я думаю, что... У моего слив очень впитали эти грибы уже. Сейчас мы посмотрим. Угу. 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 Нормально. В общем, так же. Коллега. Есть. То есть всегда первый, кто готовит, он должен первый попробовать для того, чтобы... Если он что-то нравится, то сам заслуживает. Что вы скажете? Рабуши. Так, ну тогда мы, значит, это... Да. Так. А вот и зелень. Зелень. Давайте мы это... А в принципе, знаете, честно говоря, мы... Давайте в сковород. Прямо вот прям... А вот давайте в сковород. Бабушка моя покойная прямо так эту сковородку с этим всем... И ставила прямо-прямо на стол. Бабушка знала, что делать. О. Это да. 8 детей наделал. Бабушка как звали? Евгения. Евгения. Ну вот, в принципе, такая студенческая еда получилась у нас. Друзья, первая передача «Готовим вкусно» окончена. Михаил прекрасный оказался кулинар, очень интересный собеседник и неоднозначные вещи он иногда говорит. Но это все от души, от сердца. Вкуснятину приготовил что одно блюдо, что другое. Это очень от души, очень, очень будет вкусно. Я это чувствую. Мы... Закончится передача. Мы это все попробуем. И... Оценим. Нет, даст Бог, доживем до завтра. Доживем. А нам надо дожить, потому что Миша, напомним еще раз, будет представлять перцы на Евровидении в Кишиневе. Мы будем за него голосовать, будем переживать за него. И постараемся, чтобы все было хорошо. Мы любим наш город. Мы любим нашу страну. И мы любим хорошие блюда и хорошо покушать. С вами был Сергей Дровники. Передача «Готовим вкусно». До встречи. До встречи.